Выборы 2022 года в Самарской области прошли честно, открыто, легитимно. Около двух тысяч подготовленных и специально обученных общественных наблюдателей следили за прозрачностью и законностью избирательного процесса. Независимым общественным наблюдением был обеспечен каждый избирательный участок в регионе. Задача была довольно такая объемная, потому что у нас 1751 избирательный участок. И надо было обеспечить, чтобы на каждом из них были независимые наблюдатели. Но учитывая, что голосование у нас шло три дня и работа шла в течение, в общем, 12 часов, это задача непростая. Скажу сразу, что по нашим оценкам, ну и по оценкам тех, кто смотрел все это дело, значит, с этой задачей наши общественные наблюдатели справились. На 148 УИКах велось видеонаблюдение. Видео транслировалось в Центре общественного наблюдения. Двери Центра все три дня были открыты для желающих принять участие в наблюдении за ходом голосования. Из кандидатов к губернатору Самарской области данным предложением воспользовался только один кандидат от парламентской партии. Большое количество было лидеров общественного мнения, которые приходили к нам, которые принимали участие в работе Центра общественного наблюдения. И, соответственно, там большое спасибо, я хочу сказать, постоянно присутствовали ведущие СМИ региона, которые помогали нам освещать ход видеонаблюдения. Нарушения, способных повлиять на ход голосования и результаты выборов, в Самарской области не зарегистрировано. Все обращения, поступающие на горячую линию, оперативно рассматривались. 30% из них социально-бытового характера, 70% по вопросам реализации избирательного права. Из 60 направленных нами экспресс-сообщений мы получили ответ на 30, то есть наполовину мы уже получили ответ, и только за три дня. То есть надо отметить, что все органы, куда направлялись наши экспресс-сообщения, по тем или иным нарушениям, либо по фактам, которые не являются нарушением, но требуют проверки, наполовину за три дня получат ответы. Остальные в работе. Из них из половины 10 уже прям с конкретно решенными проблемами. Особенностью этой избирательной кампании стало наличие предложений от граждан о совершенствовании избирательного законодательства и о внедрении механизма электронного голосования в Самарской области. Это говорит о росте гражданского самосознания у людей и вовлеченности в жизнь своей страны и региона. Политическое сознание наших граждан растет, и его нужно развивать и укреплять. Работа общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами продолжит свою работу, пока не будет рассмотрено последнее обращение. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Григорий Плешаков, события.